Приветствую вас на канале Спорткартс. Сегодня у нас обзор новой коллекции от Panini FIFA 365. 2023 год, первая коллекция этого года от компании Panini, посвященная мировому футболу. Давайте посмотрим, что в эту коллекцию входит. Традиционно видите такого большого формата журнал. Одна из самых красивых коллекций международного образца. Не считая Кальчатори, АПЛ, таких международных и всемирных коллекций, пожалуй, это самое яркое, красивое. Давайте посмотрим. Обложка яркая, Бензимам, Баппе, Холланд, Ливандовский, все как надо. Первый разворот. Здесь у нас идет описание обозначений на наклейках и в самом альбоме. Я думаю, с этим разберемся. Уже когда посмотрим наклейки, здесь у нас представлены клубы, которые есть в этом альбоме. Ну а также те разделы, которые также в этом альбоме находятся. Первый разворот, куда предполагается клеить наклейки. Здесь произвольно можно собрать свою команду мечты, так скажем. Вот стартовый состав, вот представлены игроки, ну там все звезды европейского, мирового футбола. Я думаю, что это будет интересно тем, кто любит играть в фэнтези, собирать свои составы. Пожалуйста, этот разворот специально для вас. Как выглядят наклейки, ну надеюсь, нам попадутся и мы посмотрим. Далее разворот с логотипами клубов. Ну здесь они напечатаны, поэтому сразу видно, какие команды сюда входят. Из постсоветского пространства здесь у нас только Донецкий шахтер представлен. Идем дальше. Первый разворот, вот так выглядит командный разворот в этом альбоме. Начинается альбом с команды River Plate аргентинской. Год основания указан. Здесь варианты формы, логотип огромный. Один из ведущих игроков клуба, вот, Франко Армания. 200 игр, проведший за River Plate. Проведший. Как видите, разного формата наклейки. Большие, маленькие, половинки. Все это выглядит очень здорово. Если посмотреть заполненный альбом, шикарно, можете на просторах интернета посмотреть и убедиться в этом. Также на каждой странице, в данном случае это клуб Брюге бельгийский, здесь представлено количество матчей, проведенных с 2017 года, количество побед в этих матчах, процент побед, забитые голы и в среднем голов за матч. Ну, почти два гола за матч забивает Брюге. Ну, это один из столпов бельгийского футбола, поэтому это, в общем-то, объяснимо. Далее, Атлетика Минейра. Здесь ведущим игроком представлен Халк, хорошо известный российским болельщиком по выступлениям за Зенит. Вот, за Атлетика Минейра 50 голов и более 100 матчей провел Халк. Так что, легенда не только питерского клуба стала. Далее, Челси. Здесь у нас Жоржиньо, как главная звезда представлен. Ну, и далее пролистаем, посмотрим, какие команды представлены. Здесь по наполнению все примерно одинаково. Наклейки посмотрим в конце. Ливерпуль. Манчестер Сити. Манчестер Юнайтед. Тоттенхэм. Мадридский Атлетико. Барселона. Видите, Ливандовский уже в качестве лидера клуба представлен. Мадридский Реал. Вилья Реал. Здесь Дани Пареха, тоже хорошо известный российским болельщиком. Марсельский Олимпик. Но это центральный разворот, реклама. И далее Париж Сен-Жермен. С великолепным Келяном Баппе. Мюнхенская Бавария. Франкфургский Айнтрахт. Олимпиакос. Паок. Миланский Интер. Ювентус. Милан. Рома. Клуб Атлас. Мексиканский. Голландский Аякс. Нидерландский. Прошу прощения. Порту. Донецкий Шахтер. Здесь Тарас Степаненко. В качестве лидера 13 сезонов за Шахтер провел этот игрок. Ну и далее идут развороты уже не командные, а посвященные турнирам FIFA. Здесь и женский Кубок Мира. Клубный Кубок Мира. А также в разных возрастных категориях. Ю-17, Ю-20. Ну и последний разворот. Здесь собственно информация о том, как можно сделать наклейку со своим изображением на сайте Панине. Ну и завершается последняя обложка. Как видите, в России и Беларусь. На этот раз, в отличие от Чемпионата Мира, официально этот альбом поступил. Так что заходите на наш сайт, где можно приобрести данный альбом. Ну а мы посмотрим наклейки. Три пакетика вскроем. Посмотрим, как они выглядят. Думаю, что не разочаруемся. Итак. Вот так по два игрока на наклейке. Здесь у нас Ришарлисон и Хьюнг Бинсон. Из Тоттенхэма. Обратная сторона. Видите, 131 Б, 131 А. Далее представители Брюгге. Представители Ромы. Это у нас Олимпиакос. И форма Аякса. Домашняя, выездная. Домашняя, выездная. Вот такая вот наклейка. Это все на одной наклейке располагается. Ну что ж, посмотрим следующий пакетик. Надеюсь, что что-нибудь блестящее, интересное впадется. Ну и вот уже первая же наклейка. Посмотрите, это в команду мечты. Там, где можно добавлять. Как видите, вот перфорированная. Такая шестиугольная, скругленная наклейка. Здесь у нас Борелла и Погба. И здесь у нас сплошные блестяшки. Посмотрите, в этом пакетике. Это троица из Ливерпуля. Фабинио, Хендерсон, Милнер. Далее троица из Порту. Давид Кармо, Пепе и Зануси. Еще одна наклейка с формой. На этот раз Барселона, домашняя и выездная. Ну и еще одна блестяшка от Вильяреала. Вот такой вот пакетик. Видите, в первом не было ни одной блестящей наклейки. В этом аж четыре. Ну и еще один пакетик. А вот смотрите, красиво как разнообразные попались пакеты. Здесь у нас официальные постеры, я так понимаю, да, с логотипами турниров FIFA. Здесь у нас Марселла в форме Олимпиакоса. Еще одна парочка из Тоттенхэма. Томас Мюллер. Великолепный бомбардир из Баварии. Ну и шикарная наклейка в завершении. Это трофей FIFA для категории U20, для игроков до 20 лет. Она у нас 436 идет в альбоме. Ну что ж, такое красивое завершение. Отличный альбом, красивые наклейки. Собирайте, коллекционируйте. Приобрести можно на сайте, ссылка в описании. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok